Второе послание апостола Петра, вторая глава. Истины будет в поношении. И из любостержания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморрские, а судивное истребление превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными избавил, Ибо сей праведник, живя между ними ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А найпачи тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзкие, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршуствуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего и Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавший возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи.